Я хочу сейчас передать слово Инне Тереш, которая расскажет об учебной программе для НКО «Ямала». И да, мы можем как раз посмотреть подходы, и, соответственно, я думаю, что тоже есть чем поделиться, потому что есть огромный опыт. Пожалуйста, Инна. Спасибо. Мне бы еще права организатора, чтобы презентацию показать, было бы просто супер. Если можно. А ты уже можешь им нажимать. Уже могу. Ты можешь все. То есть я могу все. Так, коллеги, я могу, да? Великолепно, великолепно. Видно, да? Ага, сейчас сделаем на весь экран. Коллеги, пока я тут немножко мучаюсь с этой штучкой. Когда меня пригласили принять участие в этом онлайн-марафоне, я, честно говоря, обрадовалась. Потому что, ну, скажем так, рассказать есть о чем. А еще больше меня порадовало, я сейчас как раз только подключилась на выступление Ирины, что, по сути, по подходам и принципам, мы занимаемся одним и тем же. Это радует. То есть мы в контексте «Ямал» не выбивается из общего тренда. То есть мы как все. Итак, что же мы делали? Или все, как вы? Нет, мы как все, Марина Евгеньевна. Мы как все. Так лучше. Ну, это коротко. А во мне, может, кто-то из 53 участников нашего лайм-марафона не знаком со мной. Так вот, коротко познакомиться. Но поскольку времени у меня не так много, я больше буду рассказывать о деятельности нашей некоммерческой организации. Мы работаем с 2013 года. Миссия наша – это профессионализация некоммерческого сектора и Молонейского автономного округа. Наши целевые группы – это, естественно, некоммерческие организации и инициативные граждане нашего региона. Естественно, что мы занимаемся образовательной деятельностью с момента нашего создания. Мы пробовали разные форматы – оффлайн, онлайн, гибридный формат. Практически мы перепробовали все. Но еще до пандемии, еще в 2017 году мы пришли к тому, что все-таки наше все – это онлайн-обучение. Это нам диктует условия нашего региона, потому что собрать людей в одном месте – это слишком ресурсозатратно. Турсозатратно и, ну, скажем так, для нас пока не пассивно даже просто. Я не буду рассказывать вам обо всех наших образовательных активностях. Я вам расскажу, скажем так, только о том, как прошел наш последний образовательный сезон. Это сезон 2021-2022 года, когда у нас реализовывался большущий полуторагодовой проект под нашим любимым названием «Инкубатор для НКО Ямала». Но тут была еще такая пометочка «Версия 2.0». Естественно, при поддержке фондопрезидентских грантов. А в рамках вот этого большущего проекта были реализованы три больших образовательных программы. Я их называю именно не курсами, а именно программами, потому что они были достаточно продолжительными. От двух до четырех месяцев каждая. Ну и, соответственно, участниками всех этих онлайн программ были преимущественно представители некоммерческого сектора нашего региона, но были и гости. Мы, скажем так, не отказывали никому. Итак, самое первое, ну и самое наше любимое и самое, естественно, востребованное, и я думаю, не только у нас, это был образовательный онлайн-курс «Школа Грандтрекера». По названию понятно, да, чему мы учили и какова была цель. Курс появился из запросов наших партнеров, они же клиенты. Потому что, скажем так, разовое обучение, проектные марафоны, консультации, сопровождение многим нашим, скажем так, более-менее сведущим в социальном проектировании руководителям некоммерческих организаций, этого уже было мало. Они захотели такой полновесный курс именно поучиться Грандтрекеру. Скажу честно, в рамках этого курса мы и сами ему очень, скажем так, хорошо поучились. Потому что нет лучшего способа научиться чему-то, чем научить этому других. Нам, к счастью, это удалось. Значит, в чем, каковы были планы? Планы были следующие. Значит, мы запланировали 16 уроков, естественно, в Zoom. Это получается у нас 16 циклов. Каждый цикл – это неделя. Соответственно, 4 месяца длилась наша школа Грандтрекера. Значит, из чего состоял цикл? Каждую субботу вебинар, домашка, дедлайн до домашки в четверг. У нас был рейтинг студентов, состоящий из того, насколько они активничают на уроке, плюс качественное выполнение домашнего задания. Значит, домашки были в форме теста в Google формах. Мы попытались неким образом автоматизировать этот процесс. Ежемесячно мы публиковали промежуточный рейтинг активности студентов, то есть кто менее успешен, кто более успешен. И лучший студент по итогам месяца награждался призом. Для оперативного общения, естественно, был создан чат в Telegram. Вот какова была программа. Обратите внимание, я думаю, что ничего особенно нового мы не изобрели. Это, опять же, все из запросов нашей целевой аудитории. Что им было интересно, что им было нужно, те темы мы и освещали. Две темы уже, скажем как, мы взяли за правила в каждом закрытом онлайн курсе. Мы делаем открытыми. В данном случае это были у нас две темы в конце января, в начале февраля по особенностям конкурса «Пондо президентский грант». У нас в регионе есть в этом такая жгучая потребность. Мы как минимум два-три раза в год проводим, снова рассказываем, в чем же особенности, в чем преимущество этого замечательного конкурса. Так, двигаемся дальше. Каковы результаты были? 16 уроков прошли, 4 месяца мы форсировали успешно. 36 человек записались на наш курс, закончили его, то есть выполнили все домашки, побывали на всех 16 уроках или посмотрели их в записи, 24 человека. В итоге получилось так, что было создано 24 проектных заявки, хотя это не являлось целью нашей образовательной программы. Здесь было больше именно усиление компетенций наших участников, а не именно подготовка заявки на конкурс. В итоге из них получили их финансирование. Ну, для нас это неплохой результат, мы считаем. Значит, что с рейтингом студентов? Он сработал, это было интересно. Людям было приятно, что они хорошие активные студенты, но, друзья мои, проверка вручную домашних заданий каждую неделю – это очень трудозатратно. То есть мы, как обычно, спланировали деятельность, чтобы нам самим уработаться. Уработались. В итоге понимаем сейчас, что как-то нужно делать немножко по-другому. Может быть, не все домашки проверять, может быть, домашки, скажем так, как-то подумать, как это сделать в автоматическом режиме оценивания именно этих тестов. Но на тот момент мы другого не нашли. У нас выявилось по итогу 10 лучших студентов. Они были награждены. Опять же, мы их спросили, что для вас важно. Мы вам можем книжки подарить, еще что-нибудь. Они сказали, что нам нужны индивидуальные часовые консультации от нас, потому что им этого не хватило. Курс был. Все-таки форма обучения была больше групповая. Чат в Телеграм к нашему удовольствию остался. Он был переименован в сообщество выпускников школы Грандрайкера. Никто из него не вышел. Все в нем остались. Мы в нем по-прежнему публикуем разные полезности, новости грантовой жизни для некоммерческого сектора. После этого курса у нас остались продукты. Это алгоритм работы Грандрайкера. 16 проверочных тестов по этим 16 темам. Планируем из этого, поскольку этот курс, его записи мы не можем выложить в открытый доступ, поскольку, скажем так, там были вопросы в ходе этих вебинаров, которые, ну, личные, скажем так, вопросы студентов. И мы заранее это с ними обговорили, что записи будут доступны только им. Планируем сделать маленький доступный видеокурс из серии 15-минутных роликов, потому что все-таки 16 часовых практически вебинаров пересматривать, ну, скажем так, довольно-таки тяжело. Следующий наш образовательный продукт – это онлайн-курс по подготовке публичного отчета НКО. Это тоже было в рамках этого же проекта. Мы его, естественно, приурочили не просто так, а приурочили к нашему первому региональному конкурсу публичных отчетов НКО ЯНАУ. Значит, цель этого онлайн-курса, он был двухмесячный, и цель была более такая прикладная. «Подготовить за два месяца публичный отчет НКО». Было восемь циклов. Принцип тот же. Понимаете, что этот принцип у нас соблюдается во всех наших онлайн-программах. Это вот эти недельные циклы с вебинаром в субботу, домашним заданием, обратной связью и снова. Значит, единственный минус. Мы, скажем так, поскольку курс этот по подготовке публичного отчета делали впервые, мы решили, что мы должны в него наполнить его по максимуму. Он был очень содержательным. Сейчас вы увидите программу. Но мы решили немножко себя облегчить жизнь, и домашние задания в этом курсе были на ответственности наших участников. То есть мы их уже не проверяли. Потому что по итогу мы знали, что будет создан публичный отчет. Вот это главный результат. Вот программа наша. Естественно, много времени мы потратили на освоение канвы, а по итогу оказалось, что зря потратили время. Но, тем не менее, практически у всех наших участников они подключили бесплатную про-версию. Но, как оказывается, зря получается сейчас. Вот такая была у нас программа, что в результате. Два месяца мы выдержали. Было у нас три спикера. 30 участников из разных регионов, нет только с Ямала, записались, закончили. Один человек, и было создано 20 публичных отчетов. Все участники онлайн-курса из нашего региона сделали свои отчеты и приняли участие в нашем конкурсе. Что, в принципе, была наша основная цель. Все призеры тоже были из тех представителей НКО, кто прошли этот онлайн-курс. Но, друзья мои, мы сделали вывод, что два месяца – это слишком долго. Потому что, как показали просмотры, больше всего просмотров было не у записей вот этих 8-часовых вебинаров, а у 30-минутного видео, которое мы сделали по окончании этого курса, и назвали его «Как сделать публичный отчет НКО за 9-10 дней». Вот у этого видео оно пользовалось бешеной популярностью. За три дня там было 60 просмотров просто. Ну, из чего состоял каждый вебинар, я вам рассказывать не буду. К сожалению, чат, созданный для общения участников Telegram, не работает, потому что мы не нашли подходящего контента, чтобы продолжать общение с участниками. Думаю, что если на следующий год мы будем это делать, то мы его оживим. Ну, и последний наш самый большой был онлайн-марафон – это «От миссии к бренду». Планы были наполеоновские. Три модуля. Входят в этот онлайн-марафон 20 некоммерческих организаций, у которых цель – создать работающий бренд. Три модуля. Первый называется «Бренд», второй – «Продвижение в соцсетях», третий – «Продвижение в СМИ». Значит, модули были некоторые покороче, некоторые подлиннее. Первый состоял из трех вот таких вот подчастей, скажем так. В итоге наши 20 НКО должны были описать свой бренд, скажем так, в тексте. То есть что они видят, в чем состоит их бренд и каким он должен быть. Так, дальше три месяца мы смотрели, что у них есть на самом деле. Естественно, акцент делался на брендировании их сообщества «Контакте» как флагманской социальной сети. Была практика, была серия индивидуальных созвонов. В результате, конечно, все 20 НКО, естественно, у нас брендированы. Но мы поняли, что трехмесячная, скажем так, работа – это не совсем то, что нужно каждой НКО. И НКО не нужны эти вот групповые вебинары. Нам пришлось даже заменить их просто в видеоуроках. И они были более просматриваем. И еще специфика Молниевского автономного округа, что этот как раз марафон выпал на лето. А лето у нас – это период отпусков. И люди не смогли, скажем так, полноценно в нем поучаствовать. И большинство выполняли домашние задания, просматривали видеокурсы, скажем так, уже вдогонку. Еще был один минус. У нас было запланировано вовлечение наших местных блогеров. Но, к сожалению, тоже так, как мы запланировали, это не удалось. Блогеры – люди творческие, планы у них меняются. Они у них, как получается, изменились как раз к тому моменту, когда они были нам нужны. Но мы не растерялись, мы нашли новых партнеров. Благо, к счастью, блогеров на Ямале много. И сделали главный вывод, что бренд НКО – это слишком дорогой продукт, чтобы получать его бесплатно. И сейчас мы это упаковываем как платную услугу. Друзья мои, я старалась быстро-быстро. Думаю, ожилось. Да, спасибо. Вот я как раз...